Привет автолюбителям, пользователям автомобильного портала Drom.ru, ну и все те, кому интересна жизнь японцев на их маленьких островах. Сегодня мы поговорим об автопроме, но в этот раз не о японском автопроме, а о немцах, корейцах и европейцах. Почему у одних продажи очень хорошие на территории Японии, а у других продажи равны нулю. Многие из вас знают, конечно же, что кроме японского автопрома в мире очень популярны сейчас это корейцы, немцы и американцы. Ну и к ним подтягиваются китайцы. Но китайцы не продаются в Японии, наверное, одна из главных причин, что японцы никогда не купили бы китайский автомобиль, просто потому что он китайский. Начнем с корейцев. Корейский автопром делал попытки зайти на японский рынок где-то в конце 90-х годов, но продажи у них не пошли. Сами корейские машины были дешевые, выглядели интересно, но из-за того, что все комплектующие запчасти в случае ремонта приводились в Южной Корее, то ремонт и обслуживание корейских авто в Японии был довольно дорогой, что равнялось обслуживанию автомобилей премиум-класса, которыми корейцы не являлись на тот момент. Поэтому японцы не были готовы платить премиум-ценник для обслуживания корейских автомобилей. Корейцам, как они не пытались, выйти на японский рынок не получилось. Второй гигант это американский автопром, который тоже не особо продается в Японии. Можно изредка встретить американские автомобили, в основном это какие-то большие машины, к примеру, Хаммер, можно встретить джипы, какие-то крупные вагоны. Но все эти автомобили в основном возятся частниками или какими-то мелкими компаниями, как, не знаю, премиум-услуга для тех японцев, которые хотят выделиться. Одной из причин, почему американцы не продаются в Японии, это то, что многие из их автомобилей очень большие, крупногабаритные и с большим двигателем. Большие размеры автомобиля не позволяют свободно передвигаться по токийским дорогам. Конечно, по главным дорогам вы можете спокойно ездить, но если вы уже куда-то сворачиваетесь с главных дорог, то ширина дорог очень маленькая и на таком автомобиле просто нереально там проехать. Если кто-то и покупает американские автомобили, это для того, чтобы ездить за город или просто понтоваться на главных токийских дорогах. Вторая причина это большие двигатели у большинства американских таких интересных машин. Двигатели большие, больше трех литров и это накладывает определенную финансовую нагрузку на их пользователей, так как налог на транспорт в Японии зависит от размера двигателя. Получается, чем больше у вас двигатель, тем больше вы платите налога и в этом случае американцы выглядят намного невыгоднее тех же самых японцев. Ну а если сравнивать, к примеру, какие-нибудь седаны фордовские или других производителей американских, то они выглядят не очень привлекательно по сравнению с их аналогами в Японии и, конечно же, если сравнивать цену-качество, то здесь японцы выбирают свои японские автомобили, нежели американский автопром. Ну и третий главный лидер продаж не японских автомобилей, не японского автопрома в Японии это немцы. Немцы давно славятся своим качеством, так же как японцы, у них, наверное, что-то есть общее, поэтому японцы с радостью покупают немецкие автомобили. Первое, конечно, это то, что в Японии немцы относятся более к премиуму сегменту, плюс их качество, поэтому японцы, которые, к примеру, готовы финансово заплатить немного больше и которые хотят немного что-то новенького, а не японские автомобили, то они обязательно обращаются к немцам. У немцам автомобили не такие большие, те же самые BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen. Все их автомобили немного шире, немного тяжелее, чем японские, поэтому они спокойно передвигаются по японским дорогам. Конечно, есть небольшие трудности. Некоторые многоэтажные автоматические парковки не пускают немцев парковаться, так как они относительно тяжелее японских автомобилей и парковки просто некоторые не рассчитаны на такую массу. Поэтому, к примеру, в городе, в Токио, когда вы заезжаете в некоторые многоэтажные парковки, висит такая табличка с автомобилями, которым не получится припарковаться на данной парковке. Несмотря на то, что немцы являются премиум-сегментой, их также запчасти многие привозят из Германии, обслуживание таких автомобилей очень дорогое по сравнению с японцами. Но так как я сказал уже ранее, немцы это немцы, премиум-сегмент. И если за корейцев японцы не готовы были платить дополнительно премиум, такую финансовую надбавку, то за немцев японцы спокойно выкладывают дополнительные деньги. Несмотря на то, что после того, как новым автомобилем немецким ты попользовался 3-4 года, на вторичном рынке немцы, американцы и все другие производители не особо ликвидны. Их цена падает очень сильно, техосмотр дороже в 2-3 раза, потому что опять же нужно ремонтировать, какие-то детали менять, а все запчасти в 2-3 раза дороже своих японских аналогов. Конечно же помимо немецких автомобилей можно встретить и машины итальянских производителей, и французские автомобили. Кто-то их покупает, можно встретить на дороге те же самые Citroen или Peugeot. Конечно задается вопрос, зачем вообще японцам французские автомобили. Но среди японцев есть, к примеру, фанаты Италии или Франции. И плюс к своей любви к этой стране они выражают покупкой такого, можно сказать, нерационального автомобиля, как Citroen, к примеру. У вас может возникнуть о том, что еще одной преградой для продажи тех же самых корейцев, немцев и американцев в Японии являются таможенные пошлины. На самом деле в случае ввоза автомобилей из-за границы в Японию все намного проще. На следующей неделе в среду я вам расскажу процесс ввоза, к примеру, американских автомобилей в Японию, что нужно будет заплатить японцу, японской таможни, государству, чтобы ввезти американский автомобиль, какие есть требования по экологичности и техническому безопасности автомобиля. Ну а на сегодня все. Теперь вы знаете, почему корейцы не продаются в Японии. Американцам очень сложно, их штучно привозят в Японию. Ну а немецкие автомобили очень хорошо конкурируют с японским автопромом. Подписывайтесь на наш канал, ну а с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!